Радио 54 Первое областное радио В Новосибирске даже у нас кроме областной научной библиотеки куда мы всех в первую очередь тоже зовем она проводится еще на 9 площадках 5 площадок в Академгородке и вот 5 площадок в городе С какой периодичностью? Вообще вот такая большая скажем так открытая лабораторная она проводится раз в год то есть это вопросы по всем направлениям науки прежде всего естественным наукам но в последний год наши друзья и мы вместе с ними начали делать специализированные тематические лабораторные например посвященные генетике или посвященные медицине и это вообще химии вот у нас же был год химии и это очень здорово то есть это еще дополнительно углубляет по каким-то направлениям какая возрастная категория лабораторной? на самом деле любая да то есть есть основная аудитория это 13 плюс то есть 13-123 вчера мы с сыном выясняли сколько вообще люди живут выяснили что где-то старше до 125 лет еще никто не прожил я решил ладно 13-123 хорошо а скажите тематика площадок отличается между собой или везде будет одна и та же программа? нет везде одинаковая программа единственное что везде вот в Новосибирске начинается в 15 часов но кто хочет чуть-чуть пораньше может поехать в педагогический университет там на час раньше там в 14 то есть на всех площадках параллельно почти единовременно да будет проходить а тематика какая завтра? нельзя так говорить конечно но на самом деле разные есть вопросы и много вопросов связаны с астрономией ну немножко маленький спойлер да вот есть ли астрономы вообще тоже оказываются затейники такие они например эльфы, гномы, феи вот они как-то связаны с астрономией вот я вот так вот намекну ого-го да и вот кто живет кто живет там может существовать на небе да вот в той области где происходят там разряды и так далее это открытые и закрытые вопросы? там в основном да, нет то есть и нужно и соответственно за правильный ответ начисляются баллы и потом это все суммируется ну как технологически это происходит объясню немножко очень все на самом деле просто есть кстати детская лабораторная то есть если вы пришли например с мелким ребенком ну от 6 до 12 лет но не особо мелкие конечно а вот то в принципе там есть специальный вариант для и этой категории здорово поэтому можно приходить всей семьей значит как происходит вверх есть презентация презентации вопросы и всем участникам раздается специальный бланк он называется основной и соответственно его люди заполняют вообще вопросов сколько? вопросов порядка сейчас точно не помню порядка трех десятков не очень много не очень много не очень много они разбиты по разным блокам а вот есть персональные вопросы от наших известных ученых и популяризаторов вот и там по астрономии и там по биологии и по павлинотологии например от Александра Маркова заполняют основной бланк на это отдается примерно полчаса потом быстренько переносит на дополнительный этот дополнительный бланк он нужен нам как организаторам чтобы потом проанализировать вообще насколько люди наши осведомлены о том как устроен мир мы его забираем и потом идет подведение договоров это самое важное самое интересное потому что каждый вопрос разбирается с зафлабом вот зафлаб это вот ведущий ученый вот и вот эти все вопросы соответственно подробно расшифровываются рассказываются после этого дополнительная программа то есть на каждой площадке вот тут они отличаются где-то это фильм например в институте цитологии генетики фильм про домашнего неолис да это известный эксперимент Дмитрия Беляева да 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 где-то это игра например как отличить ну это например для журналистов тоже важно как отличить например фейк ньюс и ньюс да то есть настоящие новости и факты от подделки очень бывает непросто мы знаем это как не к самому да 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 это правда вот и в общем-то потом разыгрываться кстати говоря на победителей получает мотивация да мотивация кроме того что вы сами себя оцениваете тоже очень важно конечно есть еще призы альпина нонфикшн потрясающее издательство оно всегда идет навстречу оно очень много научпопа издает последние годы вообще это такая хорошая волна оно прислало 7 коробок с книгами для новосибирска 7 и в этом году раза в 3 наверное больше призов поэтому вот прям идите и у вас вероятность получить книжку отличную а как это будет выглядеть определенное количество баллов первое второе третье место да то есть там на самом деле будет по первое условно там десятка шестерка пятерка в зависимости от объема площадки получают призы просто вот ведущий он спрашивает сколько у вас там 30 у кого баллов то поднимают там пол зала например да у кого там 50 никто не поднимает да и вот таким вот образом вычисляется количество народа у которого по количеству книжек вот так скажем Александр может быть назовем те площадки на которых будут проходить мероприятие чтобы мы имели представители о координатах да давайте давайте например давайте сначала городские площадки я имею ввиду вот центр города и чтобы народ как-то ориентировался и мы говорим про 8 февраля друзья 8 февраля это завтра в 2 и в 3 часа значит научная библиотека на советской советская 6 советская 6 да гпнтб который на восходы да новосибирский государственный технический университет который НЭТИ да новосибирский государственный педагогический университет надо сейчас никого не забыть да 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 ну а где-то может быть есть перечень да есть конечно если погуглить например открытая лабораторная 2020 вы сразу же попадете на прекрасный сайт и там все есть но все равно назовем значит Краснообск Новосхнилин тоже у нас сельскохозяйственной библиотеки это отделение гпнтб там тоже проходит лабораторная и 5 площадок в академгородке это новосибирский университет это институт цитологии и генетики это институт физики полупроводников это институт органической химии и это отделение гпнтб в академгородке новоаврентиево 6 прекрасный выбор да вне зависимости от того где географически ты находишься там прекрасные будут зафлавы и там ученые и популяризаторы науки будут там интересны и после разбора в среднем сколько времени уходит у человека на заполнение где-то около полу часа отводится не так много для того чтобы получить такие эмоции главное общение главное общение ну библиотека я считаю что сейчас у общества достаточно большая потребность все равно в коммуникациях в живом общении как раз и по мере того как интернет проникает повсюду и возникает проблема общения и конечно вот в этом отношении площадка библиотека становится той площадкой где люди могут встретиться просто пообщаться конечно библиотека всегда проводила и сейчас проводит большое количество самых разнообразных мероприятий по самым разным направлениям безусловно для нас одним из важнейших направлений это чтение книга возобновление или сохранение уважительного отношения к книжной к книге к живой бумажной книге хотя конечно мы работаем и над созданием цифровых копий и над предоставлением вот этих знаний накопленных в современных форматах то есть оцифровка но по-прежнему считаем живая книга в этом есть особое ощущение в этом есть особый пиетет мы за это и вот самыми разными мероприятиями литературными фестивалями ежегодными традиционными которые мы проводим встречами с писателями сибирскими и приезжими если получается деятельностью различных литературных клубов на базе нашей библиотеки давно существующих и недавно возникающих но еще целым рядом комплексов мероприятия второе направление это вот продвижение научного знания поэтому мы всегда открытые на нашей площадке проходят исторический кроссворд открытая лабораторная тотальный диктант диктант победы этнографический диктант осенью там мы всегда являемся одной из площадок проведения этих акций акций направленных на продвижение возобновления интереса к научному знанию в обществе первое областное радио диктант цель